Программа «Попутчик» Программа «Путчик» Программа «Путчик» Программа «Путчик» истории, отдельные вопросы. Не переживайте, не волнуйтесь, никаких подвохов не будет. Итак, с чего все начиналось? Ой, ну, история очень долгая. Я могу сказать со стороны телеканала Автоплюс. Интересовал очень этот проект, потому что сама машина, Газель Next, это такая бомба для российского рынка. Газели ездят по всем дорогам. Это, ну, можно сказать, как полуторка после войны вывозила, да, условно говоря, там Россию, да. Так, и, собственно, Газель вот в современной России вывозила там малый бизнес, средний бизнес. И до сих пор эта машина все везет. В общем, событие огромное. И тут вдруг предложение от ребят из Ульяновска, которые говорят, что мы строим машину, это спортивная машина, а у нас канал очень много рассказывает про спорт. И машина серьезная, машина как бы едет. Давайте, вот, хотите попробовать поучаствовать? Ну, конечно, сказать, да. Да, да. Давайте прервемся, да, вот обещанный звонок и разговор с Андреем Леонтьевым. Андрей, добрый, добрый вечер, в Москве вечер. Да, у нас ночь, доброй ночи. Доброй ночи. Мы уже живем по сибирскому времени. Ну, как, как? Живы вы, здоровы? Где вы находитесь? Как дорога? Как вообще... Мы сейчас пытаемся бороться с городом Тулумом, вернее, с его бездорожьем. Вот. Нам осталось 500 километров до Байкала. У нас сегодня вообще такой день насыщенный событиями. Скажем так, потому что мы сегодня подъехали в очередной часовой поезд. Мы сегодня преодолели половину километровой дистанции. Я не хочу, чтобы это было поезд с дистанцией временной, потому что тех, кто в тот момент наблюдают по сайту, по карте интерактивной, где мы находимся, да, вот на автолокатре. Все говорят, что, ребят, да вам осталось-то вот совсем вот тут чуть-чуть. На самом деле не чуть-чуть. Нам осталось по километрам, может быть, чуть меньше половины, но там начинается самое интересное. Это трасса Лена и Колыма, где никогда не было асфальта. Вот. И вот сейчас у нас хорошая репетиция была, потому что трасса 73 Байкал, которую доблестно ремонтируют, реконструируют, но они все равно остались еще в довольно проблемной участке, глистые, скользкие, с колеей небольшой, с камнями. Вот у нас только что фактически была такая с нами репетиция вот этой будущей нашей борьбы с сибирскими, с восточной сибирскими странами. Андрей, скажи, пожалуйста, а вы в график, вот в свой график вы укладываетесь? Юр, мы график построили исключительно для того, чтобы просто иметь некий внутренний ориентир и чтобы понимать, когда нам в какую точку приезжать, потому что мы же должны все-таки, мы не просто едем, да, мы пытаемся установить рекорд России по преодолению на время, в рамках, конечно, так сказать, закона, да, самые белинные, самые протяженные автомобильные дороги в рамках одного государства. Вот в мире нет вине маршрута, чем от Москвы до Магадана в рамках одного государства. Вот, и именно поэтому мы подключили судей Российской автомобильной федерации для того, чтобы нам в городах ставились отметки людьми, наделенными рецензией, полномочиями, да, чтобы это послужило дополнительной доказательной базой. Вот. Часть у лидерных каталогов, которые так долго и стали, вот, цивилизованную с магазином, Саша. Ну, не сказал. Вот, да, потому что мы еще, потому что мы еще должны, помимо прочего, мы, ну, анализируем дорожную ситуацию, мы проанализируем ситуацию с мобильной сетью, это для, мы делаем попытки рекомендовать безопасности Госдумы, и еще мы анализируем, по просьбе, как бы, Шелла мы делаем, берем пробу масла. Я хочу следовать, если компоненты есть в нашей вот этой всей истории. Андрей, а... Задач много, задач много, пытаемся успеть делать все. Андрей, ну, хочется пожелать вам сил, спасибо за включение, доброй вам ночи, хорошенько отдохните перед завтрашней дорогой, и дел очень много... А у нас какой отдыхать, у нас нет отдыха, выделите смысл, мы же едем без остановки, мы изменяемся, может, дыхаем в машине? Я устал, а не сел за руль, а не устал, а я сел за руль. Так что так и едем. Вот это имеет смысл происходящего. Если мы были туристами, чтобы там мотель найти, койку, салу... Ну, понятно, да. У нас, к сожалению, на все раз без этого, на все раз без этих шагов. Уже, видимо, снится. Андрей, уже, наверное, снится все-таки что-то нормальная постель, судя по интонации, изменившейся. Да, 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 да. Не хватает. Ну, ребят, держитесь... Нормальная постель, кровь и стол нас ждут в Магадане. Мы на это очень надеемся. Ну, мы тоже надеемся, что вы туда благополучно доберетесь. И тогда до следующего включения, ну, берегите себя. Будем ждать вашего возвращения и ваших рассказов. Спасибо, Андрей. Спасибо. Ну, давайте посмотрим сюжет. Мы заговорили о машине... Да. О машине Next и о том, как вы на ней рассекали и выписывали. Извините. Давайте посмотрим. Докар и КамАЗ. Докар и КамАЗ. В этом году российский чемпионат вновь набирает обороты. Увеличивается число участников, появляется новая техника. Шесть этапов российского первенства максимально разнообразны. В феврале в Ленинградской области прошла Баха Северный лес со статусом кандидатской гонки в чемпионат мира по Бахам. Это единственный в мировом календаре зимний этап. Два этапа традиционно в песках Астраханской и Волгоградской областей. А в конце мая третий этап чемпионата посетил украинский Крым, где состоялась российско-украинская Баха. Самый известный в мире российский ралли-рейд «Шелковый путь» со стартом на Красной площади и большим количеством международных участников пройдет в июле. В сентябре гонщикам предстоит выехать еще раз за пределы России. Уже ставшая традиционной Баха Рига состоится в Латвии и завершит сезон в российском чемпионате по ралли-рейдам. Ну вот у вас был фрагмент этой вот крымской Бахи. Вот скажите, вот вас тоже так вот, извините за неэфирное слово, так вот колбасит внутри кабины? Юр, я на самом деле, знаешь, вот этот же вопрос задавал все время Рамилю, потому что надо пояснить, что Рамиль профессиональный штурман, спортсмен. Для него это, в общем, вся его жизнь. Для меня, как для журналистов, это второе испытание. И особенно, когда первый раз мы садились за руль газели, я, в общем-то, посмотрев это видео, посмотрев на этих уставших и умчатых людей, и я говорю, Рамиль, а что, вот так все... Это правда? И на самом деле могу сказать, что в этот раз, вот на этом автомобиле, который на экране, ну, наверное, поездка была сравнима с легковой. Я очень удивился. Причем, наверное, Рамиль, но это дело в машине, это не в трассе. Трасса была достаточно сложная. Мы пробили два колеса, это говорит уже о многом, потому что на легких трассах колеса не пробиваются. Трясло реально не сильно. Машина прощала многое. После финиша я чувствовал себя даже, ну, можно сказать, неуставшим. Ему мало было. Ну, было мало. Был готов продолжить гляд. Я знаю, что очень многое, если не все в этой машине сделано руками Рамиля. Он ее знает наизусть. Мы разговаривали об этом. Да, что любая поломка, любая неисправность, любой звук, любое какое-то брицание. И Рамиль понимает, что это такое, где это, и как это можно поменять, как это можно устранить. Ну, потому что целая команда работает над созданием автомобиля. Это Ульяновский авторемонтный завод. Большой коллектив у вас там. Вот я был в гостях пару раз. Но дело в том, что Рамиль непосредственно принимает участие в машине. И был такой момент, когда где-то я неаккуратно прикладывал автомобиль, и он мне так, этот, Паша, ты бы знал, сколько мы там эту морду варили? Ты вообще, ты все сразу сбрасываешь в этот хуэлл. Рамиль, а сколько коллектив у вас, сколько людей готовит машину? Потому что я на заводе-то, ребят, много, но у вас еще есть автомобили, и в конце концов, там, производство у вас какое-то. Сколько вот костяк, которые собирает, действительно? Ну, непосредственно механиков в команде шесть человек, который занимается непосредственно автомобилем. Но это те люди, которые занимаются только машиной. Ну, так как сказал Павел, еще есть люди, которые вытачивают нам железки, разрабатывают нам какие-то новые идеи, ищут какие-то новые наработки. В мире автоспорта сейчас, ну, очень далеко ушла техника. Вот. И все эти люди в итоге работают для того, чтобы мы вот могли выступать. Ну, скажите, вот получается так, что вы взяли за основу, как бы, вот серийный «Некст», да? И потом вы переделали абсолютно все, да? То есть вы убрали мотор, это я знаю, со слов Павла, туда, туда, к себе, за спину. Вы изменили буквально все для того, чтобы сделать из серийного автомобиля гоночный автомобиль. Совершенно верно. Было сделано очень много доработок, был переставлен двигатель в центральную часть автомобиля. Это было сделано для того, чтобы достичь, ну, скажем так, возможности управлять автомобилем в прыжке. Применительно к «Газели» звучит дико, но на самом деле, вот если вдуматься, эту машину можно сравнить с «Порше», да? То есть среднемоторная компоновка, и они вот говорят, что на форумах люди писали, да? А это что, из чего слепили? Так вот, ребята не лепят, они строят, и это действительно рождение автомобиля заново. Просто поразительно, как это происходит. При этом в этой машине можно найти родственные черты, фамильные обычные серийные машины, что очень важно. Да, детали серийные, единственное, что они переставлены, скомпонованы, более удобны, в том числе для того, чтобы осуществлять ремонт в полевых условиях, потому что, ну, в серийном автомобиле не все расположено так, как, ну, для оперативного ремонта. Вот, все детали, как я уже сказал, серийные, используются, ну, какие-то не серийные детали для подвески в основном. Вот, это амортизаторы, отбойники. По-моему, это очень важный момент, что детали серийные, да, что это, скажем, не просто кузов, а там все импортное какое-то, да, непонятное, со всего света туда вот привнесенное, а это именно серийный серийный. Ир, знаете, вот как журналист, да, нас интересовало, я приехал, мы с оператором, вот с ребятами смотрели, действительно вопрос, можно же взять какую-то крутую иномарку, повесить этот радиатор газовский, ну, вот газея там, да? Да, 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 да. Оказывается, нет, вот условия завода, и мы с Рамили по дороге, это много раз обсуждали, с механиками, обязательное условие газа, да, который заинтересован в этом проекте, в том, чтобы проверить свои агрегаты. То есть машина, вот у нас что-то ломается, была поломка ступицы, да, такая, ну, неприятная, но жизненная, да, я думаю, давай бросаем, поехали, время все, нет, мы ее пакуем обратно, потому что потом сначала механики смотрят, им надо определить, а что случилось, почему, потом эта штука уезжает сразу на завод. И там они анализируют причину. Они требуют, да, говорят, ребята, а что случилось, это либо, там, запчасти, либо, это же может быть вина конструкции, то есть интересно конструкторам посмотреть, просто перегрузили узел, да, либо какой-то брак, тут вариантов очень много. А значит ли это, что вот эти все ошибки, которые вы заметили, потом будут учтены и, скажем, привнесены уже в серийную модель с учетом ваших пожеланий? Я не знаю, машина спортивная, это же машина, на которой, как просит, дубасит. Ну, детали-то, детали-то серийные, машина-то серийный. Да, но обычная «Газеля», даже если, как вот ездят, их перегружают, там, на тонну, ей, конечно, не снились прыжки, знаете, что управление в прыжке. Я до того, как сел за руль этой машиной, я не понял, что такое управление в прыжке. Смысл очень простой, если прыгнуть на обычной «Газеле», вероятно, она, конечно, клюнет носом, вот эта машина, она взлетает, там, вот, ласточкой ее там уже называли еще как-то, эта машина, вот, она прыгает, отрыв всех колес, это такая нормальная ситуация. Вот, когда ты сидишь за рулем, а при этом у тебя вокруг «Газовский» вот эта новая приборная панель, «Нексус-то», кабина такая большая, у нас даже бутылка с водой, полторашка, стояла в серийном, ну, такая, лючок, водитель оценит на обычное. Она у нас без крепежа, вот на этих прыжках, она, мы ее находили, она там была, то есть, вот, у тебя вроде бы обычный автомобиль, но при этом она вот позволяет такое делать. Поэтому завод интересуется, я знаю, что по предыдущему автомобилю «Соболю» полноприводному у вас даже машину забирали после сезона на завод и вернули вам ее в таком состоянии, потому что испытатели ее в «Хосте» в «Грил» гоняли на полигоне, чтобы понять, как она собрана, и машина выжила. Она вместе с нами, второй экипаж, одна «Соболь», выступал, вот, штурман Жени Павлов, собственно, Сашка Костроков, пилот. Вот этот экипаж, в том числе мы и с ними гонялись, они, как бы, нас поджимали. У нас есть звонок, давайте послушаем. Здравствуйте. Алло. Да, здравствуйте, пожалуйста, ваш вопрос. Как вас зовут? Добрый день, я зовут Юля, хотела задать вопрос Павлу. Так. Павел, скажите, а участие в данном, как бы, ралли требует ли каких-то физических подготовки, ну, какой-то там, там, может, дали заниматься, там, еще что-то. Спасибо, Юля. Спасибо за вопрос. Ну, на самом деле... Качалка, тренажерный зал. Честно скажу, вот, я так нашел, как есть, но очень важный момент, если работать на результат, на износ, то, конечно, надо что-то делать. Устает спина, нагрузка есть немножко на спину, но здесь не сильно, опять же, эта машина какая-то получилась мягкая, такая, действительно комфортная. А потом едешь долго, то есть, ты там, не пьешь, не ешь, потом очень от усталости накапливается, теряется внимание, да, несколько раз было, что Рами мне сразу, он со стороны, очень, еще и психолог, очень такой, штурман, в принципе, главный экипаж, он говорит, все, стоп, стоп, мы начинаем мазать, мы начинаем входить неправильно в повороты, то есть, когда ты едешь час, два, и пытаешься ехать на максимальной скорости, и вот это вот такое, общая физическая усталость, она передается через температуру. Здесь еще было не жарко, вот ребята поедут на шелковый путь на этой машине, никаких кондиционеров, ничего же там нету, да, ты весь закрыт, аординамика такая, чтобы маленькие форточки, ну, чтобы ничто не задувало, охлаждается хорошо только мотор, вот интеркулер, и все, а гонщики сидят как есть. А вы, Рами, какие-то, ну, предпринимаете перед такими этапами, ну, какие-то, не знаю, физические упражнения, какие-то, может, комплекс упражнения у вас есть? Ну, вот если мы говорим о гонке Баха-Крым, то это короткая гонка, Баха так называемая, по ней можно сказать, что именно к такого рода гонкам, ну, можно сказать, не обязательно какая-то специальная подготовка, то есть, достаточно, ну, просто здоровой физической формы, и можно выступать. В общем-то, единственное, как вот Павел сказал, теряется через какое-то время концентрация очень, ну, встает. Концентрация теряется у пилота или у штурма, или у вашего пилота теряется концентрация, просто, ну, у него там свои потери концентрации, у меня свои, я там, допустим, в строчках начинаю путаться, там, что-то не прочитываю. Это уже сигнал, сигнал, что надо передохнуть. Ну, нет, передыхать нельзя. А там, ну, если палатку, шашлык, шашлык. Нет, шашлык, нет, этого нету, просто берешь себя в руки, собираешься, начинаешь себя больше контролировать и продолжаешь движение. А для длительных гонок, таких как Шелковый путь или вот Дакар, эти гонки называются марафон, там очень большие сами дистанции по дням, там, как сказали в ролике, до 800 километров, это очень большая нагрузка. Да, там несложное, может быть, покрытие, достаточно скоростная гонка, но, тем не менее, вот, вспоминая прошлое соревнование, приходилось ехать по 10, по 12 часов вообще без остановки. То есть, постоянно едешь и едешь, как Паша говорит, дубасишь, он рулит, я говорю дорогу. Вот на таких гонках теряется концентрация, вот на такие гонки во многих командах, и в нашей в том числе, в команде есть массажист, который снимает напряжение дня. В спине, в шее. В спине, в шее, да. Чтобы мы могли, после того, как он с нами поработал, ночью немного выспаться, чтобы на следующий день продолжить движение, ну, скажем так, свежими. А вот интересно, что, какой происходит диалог в кабине? О чем вы говорите? Я вот сейчас просто подумал, когда Рамиль говорит, что теряется концентрация, но ведь можно же какой-то завести разговор, ну, помимо, помимо дороги, помимо карты. Удивительно. Можно какой-то анекдот, или петь песню, или что-то еще. Или я заблуждаюсь? Нет, на самом деле, у меня тоже всегда был вопрос такой, потому что машина грохочет, ревет, потому что здесь стоит очень мощный мотор, стандартный мотор Cummins 2.8, если, да, но ребята его навернули, поставили какую-то там турбину серийную, доработали. Какую-то там? В общем, 208 сил это выдает, понимаете? Стандартная машина 125, это 280. Она вот пуляет, я не знаю, как еще сказать. И рев стоит приличный, но есть переговорка, можно пообщаться. И честно скажу, что... О чем? О чем разговор? Вообще разговор идет такой, что Рамиль диктует дорогу, я его все время переспрашиваю, потому что покрытие сложное для меня, она где-то закрытая дорога. Мы же ее не знаем предварительно. Рамиль говорит, я Мадуа, я как, он говорит, там опасно, например, сбрасываю. Что значит опасно? Опасно, это может быть там дальше какой-то овраг, да, то есть надо сбросить, потому что если ты найдешь ходом там на 150, а машина идет 170, вот эта новая, реально идет 170 бездорожье, да, и ну если ты промахнешься, а там еще горы в Крыму, то есть был кусок около моря, там прям вешали ленточки, на всякий случай обрывы по 100 метров, да, то есть прям ехали по кромке, по горам тоже ехали. Вот единственный кусок я Рамиле рассказывал, просто я мистер Ханкунт, я просто узнал места эти, да, там, я когда-то был там 5 лет назад, мы ехали, о, Рамиль, да я же здесь был. Но при этом я помню, что мы ехали там поездом, потом на машине, а тут вот мы на скорости, там, 110 кг, час, это все места пролетали, еще люди отдыхающие на нас смотрели, фотографировали на телефоны, в общем, такое, сюр такой настоящий. По Крыму с такой скоростью я еще никогда в жизни не ездил. Ну а приходилось, скажем, ну в повышенном тоне делать какие-то замечания, там, яма, или сброси, или перестань, давай медленней? Ну прикрикивать походилось, ну по-дружески, по-творечески. Ну вот я хотел добавить, Паша, вот то, что мы начали вот про этот мыс-разговор, когда он начал мне рассказ, я немножко увлекся, потому что история оказалась очень достаточно интересной. И мне приходилось между вот репликами Паши вставлять какие-то свои реплики уже непосредственно по трассе, потому что на самом деле очень опасное место, очень много позиций, где была опасность 3 и выше. Вот. Ну вот в такие моменты приходилось прикрикивать. Я хочу обратиться к нашим зрителям и такой интерактив провести. Скажите, пожалуйста, сделаем такое смс-голосование. Следите ли вы за участием наших команд, российских команд в ралли-рейдах? Два ответа, да или нет. В конце программы подведем итоги. Так, ну скажите, какие впечатления? Я понимаю, что все-таки для Рамили это такая, больше такая техническо-спортивная история, и она у него в голове определенным своим образом складывается. У вас же она более эмоциональная. У нас, да. Я здесь выступал таким, ну а-ля лентодрайвером, потому что после финиша, Рамили же еще по дороге, мы ехали в Лиозон, там 100 километров до лагеря, он так, давай подумаем, что у нас, значит, посмотреть тормоза, там мы где-то сильно ударились, посмотреть колесо, потом у нас там еще что-то. То есть он прям все технические моменты, и вечером ребята всю ночь в механике осматривают машину, одну, вторую, решают, что поменять, что подготовить, и Рамили еще смотрит за этим списком, да, пока я там отдыхаю, осыпаюсь, они как бы все это готовят, потому что машина должна выйти на старт и сразу пульнуть опять, заново. Вот. И, ну на самом деле, гонка крымская была чем интересна, она очень яркая, красивая, места поразительные, то цветы, то море, то еще что-то, то есть безумно красиво. Было о чем посмотреть и поговорить. Посмотреть. То есть еще успевали еще смотреть под сторонам? Ну, в принципе, да, то есть ты едешь, ты очень четко считываешь краски, ты несешься по виноградникам, то есть у тебя прямик какой-то, разгоняешься, потом вдруг какие-то синие цветы, потом горы, это рельеф, самая яркая гонка вот из последних, наверное, лет, даже шелковый путь, наверное, не сравнится, потому что, ну, песочек, еще что-то, а тут у тебя вот в два дня очень красиво, я прямо такого никогда не видел. Ну, Крым, что говорить, это Крым. Крым, это Крым. Вот вы записываете каждый раз, да, вот в момент, в момент езды, в момент этапа записываете вот эти самые, да, недочеты. Смечания. Вы потом сами это все руками устраняете, вместе с техниками? Или вы только контролируете, сделайте это, сделайте это, сделайте это? Ну, у нас достаточно сильный штат механиков, ребята все квалифицированные, поэтому им достаточно этого списка, который я подготавливаю для них. Ребята работают по списку, также что-то я могу не почувствовать, не услышать, не увидеть, они также сами проводят техосмотр и устраняют недостатки, которые обнаружили они сами, также те, которые были записаны в списке. Рамиль, на самом деле, вот еще один момент, это особенность, наверное, штурманов, может быть, нашей команды. Человек, поскольку он знает всю машину, вот у нас что-то происходит, я говорю, Рамиль, что-то машина вправо идет, или еще что-то, я не понимаю, что... Сразу ответ. Он может понять, да, он сразу понимает, что это, либо мы, было пару раз, мы останавливались, ложная тревога, один раз я не почувствовал, что пробило колесо. Ну, то есть, реально, машина идет настолько неплохо, вот эта развесовка, плюс еще все-таки дорога в горах, там, идем уже до финиша, там, 17 километров, хорошим ходом уже, ну, последний доезд, мы же понимаем, сколько осталось. Вот горка, там, пару полей, что-то немножко ведет, чуть-чуть, он говорит, давай остановимся на всякий случай, потому что уже едем по горам, вот эта опасность слева, обрывы какие-то вышли, смотрим, ну, и вовремя, колесо, резину не сживали. Ну, потратили 8 минут. Обидно было, пришлось пропускать людей, которых мы обогнали, потому что, оказывается, до сих пор я не знал, что в ралли-рейдах можно еще так прям вот контактную, очную борьбу вести. Так получилось, что наша машина, благодаря вот этим данным, благодаря, конечно, умению штурмана, но чуть-чуть моего, чуть-чуть, опять же, подчеркиваю, мы всю категорию продакшн объезжаем очень легко. Продакшн, это серийные автомобили, Тойоты, Ниссаны, они остаются позади, потому что меньше скорость, хуже управляемость, то есть они там, где мы идем ходом, они не могут идти. И была страшная проблема их обгонять. Дело в том, что здесь, как на Дакаре, на шелком пути есть система Сентенель, то есть мы видим машину, идем в пыли, мы ей звоним, да, и они должны уступить. Люди пытаются гоняться, да, они, может быть, ну, не слышать не могут, потому что громко работает пищалка, но они пытаются оторваться, да, а идти вот по сложной дороге в пыли, вот пару раз Рамиль меня осаживал, потому что я пытался держать, говорит, нет, нет, стой, мы сейчас просто уйдем куда-нибудь. Гора очень узкая была, на самом деле, камни, достаточно большие камни, многие там, до стекла автомобили. До стекла? Ну, такие вот, да, чемоданники. В луны, да. В луны, да. Ну, а это вообще спортивное поведение, когда люди не уступают, по-моему, это, в общем, как из серии лыжню. Ну, азарт, нет, ну, азарт, это же гонка, это гонка, это очень важно. Никто не хочет сдаваться, все хотят победить. Самое интересное, был момент у нас, пропустили, я промазал поворот. Поворот почти 90 градусов, мы проскочили метров 50, но я не зашел, и я смотрю, что человек, который мы пропустили, а мы его обогнали буквально 2 минуты назад, он пришпорил, мы вот там через поле в объезд, все-таки мы его дернули. Потому что второй раз обгонять, это потеря еще там 50 минут, да, пока он уступит, пока, может быть, место еще будет неудачное. Вот, но после первого же, после первого кольца 250 километров на старте подходят люди, и с таким займем, и это вот очень так, прям, заглядят под машину, а что у вас тут такое-то стоит, а чего туда подошло? Я говорю, Рамиль, что у нас там стоит? Ну, реально, и подходит уже сознание, но надо понимать, приходит человек, у которого там не дешевая Toyota, какая-то подготовленная, и с интересом начинает смотреть, как выполнена машина, которая только что его дернула, да. Это, конечно, вот такое чувство гордости, прям, супер. У меня есть небольшая водная, вчера наш телезритель, молодой человек, выиграл два билета на гонки WTCC, и поэтому, Павел, и поэтому вы, пожалуйста, позвоните в редакцию, ваши билеты вас ждут, не переживайте, вы эту всю красоту обязательно увидите, позвоните в редакцию. Кстати, по поводу гонок в эти выходные, в Истре будет автокросс, где участвует коллега по команде, Саша, один из механиков, он принимает участие в кроссе на УАЗе, он ездит, да? Да, он едет на УАЗе. Чемпионат России, и вот, собственно, это вот Подмосковье, серьезное дело, то есть человек, который как раз чинил нашу машину в том числе, в автокроссе от команды заводов едет за рулем пилотом. То есть команда такая подобрана, что там, в принципе, ребята могут сесть, а не фанат этого дела. То есть вы видели механиков, которые садятся в машину, чтобы ее там где-то отогнать, ну там в каких-то местах перегнать, они понимают, для чего эти штуки нужны, не просто гайки крутят, это, конечно, здорово, это заражает, это очень заражает. Я понимаю, что гонка была короткой, как вы ее называете, да, непродолжительные были этапы, ну, учитывая, скажем, вот рельеф Крыма, было ли в какие-то моменты по-настоящему страшно? Там серпантин, я не знаю, ну вот, или страх потом приходит? У нас такой самый-самый момент был, вот я честно скажу, второй день, получилось так, что я в самом начале совершил ошибку, разбил суппорт передней тормозной, передние тормоза просто у нас пропали. Проблема была в том, что гонка пошла в лесу, и у нас машина была, самая большая машина в Пелетоне, организаторы на это не рассчитывали, грузовиков не было в этом году, и мы просто крыши этим самым ветками рубили, еще что-то, потому что просто машина где-то не проходила, это еще все на скорости. Вы там еще разбили стекло, по-моему. Разбили стекло, потому что, ну, ты едешь, у тебя ветки поперек, а ты их не видишь, да, то есть там не затормозить нельзя, узкие дороги, прямо вот зеркала сорвали, зеркала в конец, там одно совсем сорвали, потом меняли, по правилам нужно же все восстановить, вот. И второй день, конечно, было очень тяжело, два куска по лесу, вот. И, ну, тормозов практически не было. Надо понимать, что для хорошего управления автомобилем с полного хода ты немножко тормозами все-таки работаешь, да, профессионалы работают газом, и в какой-то момент был кусок, где мы переезжали через асфальт, там буквально метров 200, и надо было опять уйти в лес, и стояла впереди машина судейская, далеко за ленточкой, выезжаем на асфальт, ну, скорость, ну, может, 90 где-то, вот мы выскочили, я раз, нет, ничего не происходит. Что, Рамиль, реакция какая? Рамиль сразу, передача, а я, ну, я растерялся, я все-таки такой, я не спортсмен, я вот там, да, коробкой третья, там вторая, и вот мы промазываем наш поворот, еще там метров 20-30, так и останавливаемся уже перед судьями. Ну, вот это был момент, когда я понял, что тормозов действительно нет. Потому что, когда идешь в гонки, когда азарт, когда перепады, все-таки стараешься машину больше газом управлять. Ну, здесь был такой вот кусок, где надо было аккуратно проехать, а нам еще ехать 150 километров. Перед стартом минут 10 ребята посмотрели, все, что могли, сделали, но совсем тормоза вернуть окончательно в первоначальное состояние не получилось. Поэтому доезжали, ничего страшного, сделали поправку на это. Ничего страшного. Или страшное было, да? На самом деле, вообще, ситуация произошла из-за того, что организаторы приготовили сюрприз, ну, не только для нас, ну, для нас в том числе. Да. Первый день был очень скоростной участок, очень скоростной, там, мы валили на все, что машина могла нам дать. А второй день сделали горная местность и лес, ну, реально джунгли. Вот. И проехав очень долгое время по этим джунглям, мы, наконец-то, вырвались там в небольшой участок, скоростной. Вот. И я Павла не осаждал до последнего. То есть я все-таки надеялся, что там какие-то тормоза все-таки есть, и мы дубасили вот этот небольшой участок, чтобы, ну, скажем так, накататься. Потому что реально по лесу ехать быстро было достаточно сложно. Вот. И дальше случилось то, что Павел рассказал, мы не смогли попасть в нужный поворот, который был, ну, недостаточно заметен, помимо всего прочего. И там метров через сто стояли судьи, до которых мы чуть было не докатились. У нас есть заночек, давайте послушаем. Здравствуйте, как вас зовут? И ваш вопрос. Здравствуйте, меня зовут Вячеслав Воскресенский. Будьте любезны, погромче. Меня зовут Вячеслав Воскресенский. Здравствуйте. Я из Москвы. Я слежу за командой, я слежу за автомобилем, которым ездят. И смотрел в прошлом году еще передачу, где Павел выступал на Соболе. Сейчас вот он на Next. Павел, вопрос к вам. Скажите, а велика ли разница между ними, между этими двумя автомобилями? Я помню, вы сломали мост. И вот так вот все пропроводили. Самое интересное, что сейчас звонит наш коллега, канал Автоплюс, Вячеслав Субботин, который ведет также программу, совместную программу, Советы Бывалых с журналом за рулем. Но Слава любит так подшучивать и во время гонки присылал всякие смс-ки. Дело в том, что Слава тоже участвует в этом проекте как гонщик. Он поедет на шелком пути. И вопрос, конечно, задает доводящие. Мы долго с ним обсуждали, он еще на этом автомобиле не ездил. Но вот эта машина, она, конечно, прощает многое, потому что она, по-моему, просто неубиваемая. У меня было такое полностью ощущение. Если в прошлом году мы как-то чувствовали на себе все прыжки, да, Рамиль? Да, было очень хорошо. Да вот сейчас, я думаю, Слава, ты поедешь на шелком пути, это такой вот, ну, громко сказать, победный вариант. Но это быстрая машина, уже вот совсем другого уровня. Но это какой-то next, это реально next. Просто вот следующий шаг вперед в плане спортивного автомобилестроения точно. Ну и, наверное, и серийного тоже. Как-то так. Рамиль, а когда подходили вот коллеги, там, соперники, когда интересовались вот автомобилем, да, который в том числе сделан вашими руками, придуман вашей головой, возникало чувство гордости, что вот люди спрашивают, а что такое? А где мотор? А мотора там, в общем, под капотом-то и нет. Мотор за спиной. А вот сейчас показываю, посмотрите, там реально просто нет мотора. Возникало чувство гордости, что, в общем, вот мы сделали нечто, мы сделали next, да, во всех смыслах. Ну, несомненно, это приятно, когда люди удивляются. Приятно удивляются тем, что сделано тобой и твоими единомышленниками. Естественно, отвечая на вопрос, который люди задают. А что чаще всего спрашивали? О чем? Ну, зачем переставили мост? Какие стоят амортизаторы? Там многие начинают ерничать, да у вас мосты не такие, да вон они как, сделаны. Приходится объяснять, что мост усилен для того, чтобы преодолевать сложные дорожные условия, прыгать через большие ямы без вреда для автомобиля. Были просто моменты, на самом деле. Это мне напомнило автосалоны, где присутствуют шпионы китайские. Люди просто с фотоаппаратами. Ничего, что в парадных брючках, прямо вот вниз, вот машина выстраивается перед стартом, с фотоаппаратом, фотографируется мост, фотографируется... А что, нельзя было как-то отогнать? Ну, я понимаю, что это такой непромышленный шпионаж. Нет, мы стоим просто, подходят зрители, они сразу подходят, копируют, как сделано, как проварено. То есть вот все это очень интересовало. Чувства ревности не возникало? Не знаю даже. Все секреты Тарамине рассказывают. Не закрытая информация. То, что видно, видно, а то, что не видно, извините. Извините, да? Это уже коммерческая... На самом деле, Ир, очень много тонкостей, я сам не знал. Но вот на машине стоит заводская продукция, в основном. Это позиция завода. Но очень много экспериментов. Ну, например, ребята сейчас стали заливать там вот это новое масло Total. Оно ставится на серийную машину, да? И вроде как какая-то разница появилась. То есть почувствовали. Где-то попробовали что-то новое, поменяли, по-моему, рессор. Тарамину поставили от американского внедорожника. Оказалось, они плохие. Вернули там газовские на место, да? То есть вот работа происходит такая постоянная. Но она постоянная работа, да? То есть она... И машина становится лучше, да? То есть она... Это невозможно отложить, потому что, как бы, впереди, я так понимаю, до Шелкового пути какие-то тесты будут у вас или не будут? Да, планируется еще один этап. Он пройдет в Татарстане, недалеко от Ульянской области. Вот это традиционное соревнование, где планируется провести последние настройки и тесты автомобилей, которые будут участвовать в ралли Шелковый путь. И когда это будет... То есть это, как бы, вот, окончательно, последний... В середине июня точно. В середине июня, да? Так, и потом уже Шелковый путь. Вообще, будет уже три машины. Ребята сейчас строят. Вот Рамиль прилетел из Ульянска специально для эфира, а оставшийся коллектив... Сейчас происходит рождение третьего автомобиля Next, который, я так понимаю, будет Next Plus, наверное, потому что уже какие-то моменты в этой машине... Если обратить внимание, Соболь он короткий, этот Next длинный. Сейчас, значит, они, ну, какие-то получили там данные по нашей гонке, посмотрели, будет что-то сделать еще. Но пока держат в секрете, даже Рамиль мне не рассказывал, на Шелком пути, вот, на Красной площади, этот третий автомобиль, наверное, будет самый такой, да, уже? Вот в нем будет все учтено, все, что вы попробовали. Насколько я понимаю, Рамиль поедет, да? Шелковый путь, да, я планирую ехать с Вячеславом Суботиным, журналистский экипаж. Будем болеть за них, потому что это всегда очень интересно. На самом деле, еще был интересный момент, подходили люди, спрашивали, а не сразу понятно, что это Газель. И только когда подходят и читают, что это Газель Next, все удивляются, кабина совершенно новая. То есть думают, что это иномарка. Но она гораздо просторнее, да? Да, то есть она выглядит по-другому. И удобнее, наверное. Но в то же самое время, там есть какие-то вещи, которые, новинку, например, на этой машине уже стоит полный привод парт-тайм. То есть можно ехать на задке, и с кнопочки подключается передок. И сейчас вот полный привод парт-тайм, вот в июне, должен выйти на серийных машинах Горьковского автозавода, да? То есть до этого был постоянный полный привод, как на Соболе. А сейчас впервые на спортивной машине появилось в начале года, ребята это опробовали, сделали. Следующий этап, на самом деле, есть тонкость. У этой машины передняя подвеска еще от Газели, а не от Next, потому что у Next независимая подвеска. И следующий этап, вот ребята хотят адаптировать под спорт родную подвеску, именно Next независимую. Потому что на это сложно достаточно. У вас какие-то там работы сейчас идут, и это... Рамиль, а не пугает ли тот факт, что 75% шелкового пути, да, такая терра инкогнито, это новые маршруты, это новые пути, это вот вообще... Вот это не пугает цифра, что строители придумали совершенно, вот скажем, необычные сюрпризы, вот те самые, которые, может быть, были на Бахе? Ну, организаторы соревнований «Шелковый путь» очень ответственно относят к подготовке трассы. Поэтому легенды, которые они предлагают, и то оборудование, которое они дают для проведения гонки, ну, в редком исключении дают возможность ошибиться. Поэтому то, что будет предложено, я думаю, будет... Ну, никуда не пройдено. Будет пройдено. Юр, простая ремарка, то есть любая гонка, это, в принципе, неизвестно, все время с чистого листа. Каждая яма прописывается. Если ошиблись, тогда можно там разложиться. То есть даже если она по знакомым местам, как ее завели, запомнить невозможно. Ну, давайте подведем итоги. Вот наши телезрители проголосовали следующим образом. 67% следит за тем, каким образом, как успешно участвуют российские спортсмены в гонках. И был опрос в официальной группе канала «Автоплюс», ВКонтакте, голоса распределились следующим образом. Следят 45%, а не следят 54%. Наоборот. Наоборот, да. То есть, в общем, спасибо нашим телезрителям. Я думаю, что у нас будет масса поводов следить за участием и вашего экипажа, Вячеславом Суботиным. И вообще, как бы, интересно посмотреть вот эволюцию «Газели Некст», да, вот то, чего вы делаете, то, что вы делаете, вот на протяжении трех тысяч километров. Да, потому что до этого были этапы короткие, а вот тут уже настоящая проверка, что называется, на выживаемость и на приводность. Скоро еще в эфире программа «Своими глазами» Аня Звершинская, которая была с нами все это время в Крыму, и она снимала гонку, и снимала вот весь процесс издалека. Потому что мы в экипаже, вот реально, вот действия жили по времени, а она смотрела вокруг, что происходило, общалась с миссией. Спасибо вам за участие в программе. Успехов вам, побед вам. И всего самого интересного. Хороших вам попутчиков. Продолжение следует...